Здравствуйте! С вами Дмитрий Книга и новости Ленинского городского округа. Смотрите сегодня в нашем выпуске. В микрорайоне Бутово-Парк-2 открыли новую поликлинику на 450 посещений в смену. Я проверила, запись работает, все информаты работают, все в электронном виде запись осуществляется. В Подмосковье стартовала кампания по вакцинации от ковид-19. Человек приходит, я достаю флакон, вакцину надо разморозить. В канун 79-й годовщины битвы под Москвой на Аллее Славы почтили память погибших. Тогда решалось, собственно, в какую сторону пойдет развитие той страшной войны. В микрорайоне Бутово-Парк-2, где проживают более 35 тысяч жителей, открыли новую поликлинику на 450 посещений в смену. В мероприятии приняли участие первый заместитель председателя правительства Московской области Ольга Забралова и глава Ленинского городского округа Алексей Спасский. Вместе с ними прошелся по просторным коридорам и кабинетам новостройки Максим Козлов. Четыре этажа, 5000 квадратных метров с самым современным медицинским оборудованием. Такой новогодний подарок для жителей Бутово-Парка-2 подготовили администрация округа, застройщик микрорайона и Министерство здравоохранения области. Теперь местным жителям стала более доступна профилактическая, диагностическая, консультативная и лечебная помощь. Здесь собран очень достаточно коллектив молодой, энергичный, которые хотят трудиться во благо нашего населения, хотят оказывать качественную медицинскую помощь, хорошие специалисты, с большим опытом, ну достаточно таким большим опытом работы, которые умеют делать, и если это говорим о хирургической лоруслужбе, даже такие сложные операции. Светлана Николаевна Лобачева более 30 лет отдала медицине. В новую поликлинику с прежнего места перешла работать с удовольствием. И коллектив подобрался хороший, и техника самая передовая. Новый аппарат, и он называется в народе цифровым, так как для него не нужна пленка, он работает в цифровом режиме. Я правильно понимаю, что данные отсюда сразу поступают на компьютер и снимем? Да, на компьютер, который лаборант в свою очередь отправляет на компьютер доктора, который в свою очередь делает описание, может даже моментально. На официальном открытии глава Ленинского городского округа Алексей Спаский отметил главную ценность этой поликлиники. Теперь людям не нужно будет тратить огромное количество своего времени, чтобы получить медицинскую помощь. Теперь она буквально в пешей доступности. Она позволит жителям, которые проживают здесь, получать полноценную, высококвалифицированную, высокотехнологичную помощь именно по месту жительства, не тратя там по полу, а то и более на дорогу. После Нового года с большой долей вероятности здесь будет открыть пункт вакцинации после, да, и это тоже важнейшее-важнейшее событие. Поликлиник рассчитано на 450 посещений в смену. Уже сейчас здесь прикреплено более 9 тысяч человек, взрослых и детей. Здесь будут вести прием 20 врачей различных направлений – педиатры, терапевты, стоматологи, хирурги и другие специалисты. Предусмотрены чистые и грязные перевязочные, отдельные входы, отдельный кабинет, площадь большая, светло. Так что все готово для приема пациентов. Строительство поликлиники началось в конце 2017 года, но даже за это небольшое время некоторые лечебные стандарты изменились. Благодаря слаженной работе всех заинтересованных сторон в проект оперативно вносили справки, которые затем воплощались в жизнь. Решения, которые заложены были на начальном этапе, они принимают характер уже несовместимый. Поэтому мы оперативно наладили работу с администрацией, застройщик и Минздрав. Отработали данный вопрос и, в принципе, запустили в графике данную поликлинику. Внешнее и внутреннее благоустройство здания сделано в соответствии с современными стандартами. Вновь открывшуюся поликлинику посетила первый заместитель председателя правительства Московской области Ольга Забралова. Для нее и Алексея Спаскова провели небольшую экскурсию по учреждению, на которой они убедились. Все готово к приему пациентов. Она оборудована по самому последнему слову техники. Это аппараты экспертного класса, это кабинеты УЗИ, рентгенологии, маммографии. Я думаю, что комплексную услугу помимо диспансеризации и помимо прививок и каких-то обычных осмотров люди могут получить. Я проверила, запись работает, все информаты работают, все в электронном виде запись осуществляется и на завтра уже полная запись на завтрашний день у каждого специалиста. В микрорайоне идет активное строительство социальных объектов. На территории жилого комплекса уже открыты три детских сада и школа. В будущем предусмотрено строительство еще двух детских садов и трех школ. Максим Козлов, Сергей Ларин. Видное ТВ. В 2020 году на фоне пандемии число людей в Московской области, оставшихся без работы, выросло в 6,5 раз. Властями были увеличены размеры минимального и максимального пособий всем, кто встал на биржу труда. Сумма выплат с апреля по октябрь составила более 4,5 миллиардов рублей. Об этом рассказала министр социальной защиты населения Московской области Ирина Фаевская во время визита в наш муниципалитет и посещения Ленинского управления соцзащиты. В период пандемии и правительство Российской Федерации, и в том числе наш субъект, Московская область, тоже понимали, насколько жителям сложно в этой ситуации. Поэтому размер минимального пособия был увеличен с 1500 до 4500. Максимальное пособие было увеличено до 12 130 рублей и еще было обведено по решению губернатора Московской области региональная доплата до 15 000 рублей. Кроме того, официальному безработному полагалось дополнительно 3000 рублей на каждого несовершеннолетнего ребенка. Все эти нововведения действовали до 1 октября. Сейчас минимальный размер выплат такой же, как был до пандемии, а максимальный сохранили. Всего на бирже труда зарегистрировано почти 140 тысяч человек. В областной базе 50 тысяч вакансий. Ознакомиться с ними можно на сайте Центра занятости населения, в разделе «Поиск работы» или на портале «Работа в России». Если все-таки не получается трудоустроиться по вот этим вакансиям, то специалисты Центра занятости могут по направлениям от работодателей отправить человека трудоустроиться, либо переобучить, повысить квалификацию. Подать заявление и встать на учет по безработице можно как при личном обращении в Центр занятости, так и на сайте «Труд всем». Временное правило дистанционного обращения граждан действует до конца этого года. В Подмосковье стартовала кампания по вакцинации от COVID-19. Первые партии вакцины поступили и в Ленинский городской округ. Подробнее в нашем сюжете. В муниципалитете началась вакцинация от коронавируса. Первые партии препарата под названием «Спутник-5» в количестве 150 доз поступили в районную клиническую больницу на этой неделе. Пункт вакцинации организовали в детской поликлинике, которую посетил глава Ленинского городского округа Алексей Спасский. Ему рассказали, как проходит данная процедура. Первый компонент антигенонадынный вирус 26-го типа, который тоже на антистила коронавируса вырабатывает. А второй компонент на антистила пятого типа, тоже который вырабатывает антистила коронавируса. И так создается иммунитет клеточный, как мы говорим, и иммунный. Вакцина вводится в два этапа. Сначала один компонент, а спустя три недели – второй. Первые полчаса после вакцинации пациент должен находиться под наблюдением врача. Уже скоро процедура будет поставлена на поток. Врачи, которые связаны с этой процедурой, рассказали, как это происходит. Те анализы, которые берутся, и та процедура вакцинации, еще сложного в этом нет. Поэтому уже после Нового года любой желающий совершенно свободно сможет пройти вакцинировать. Предварительно кандидаты на вакцинацию должны будут сдать анализы и не иметь симптомов гриппа и простуды. Если антитела иммуноглобулины М меньше 2, а иммуноглобулины G меньше до 10, тогда этот человек может привиться от коронавирусной инфекции. Вакцина делается в рамках программы государственной гарантии бесплатно. То есть в рамках ОМС. Для этого только нужно, чтобы у наших пациентов были результаты анализов ИФА, должны быть паспорт, полис и СНИЛС. ИФА-анализ можно сдать во всех подразделениях ВРКБ на территории округа. После чего необходимо обратиться в кабинет вакцинации в детской поликлинике города Видное. Человек приходит, я достаю флакон, вакцину надо разморозить. И пока я фиксирую, все записываю, вакцина размораживается буквально 5 минут. Вакцина разморозилась, я набираю и сразу делаю дультовидную мышцу. Партии вакцины будут поступать в муниципалитет на регулярной основе. Дмитрий Книга, Кирилл Иванов, Елена Кошелева, Видное ТВ. Сегодня у нас в гостях футбольный тренер спортивной школы Олимпийского резерва «Олимп» Павел Клочков и тренер команды «Корсары» из Молокова Александр Бизин. И мы поговорим об итогах первенства Ленинского городского округа среди детских команд. Здравствуйте. Расскажите об этом турнире. Как вообще долго он проводится и как проводился в этот раз в связи с коронавирусом? Это второй турнир по счету. Событие, скажем, серьезное, потому что никогда ни в советские времена, ни уже во времена России такого соревнования в районе не было для детей. То есть соревнование проходило в четырех возрастных категориях. Стартовало оно первого сентября и закончилась 27-го, последняя игра. 27-го ноября была последняя игра турнира. А сколько всего команд принимали участие? Всего 35 команд приняло участие. Из нашего городского округа, плюс Домодедово и из Москвы. То есть это было открытое первенство района. И из каждого поселения, так сказать, было по нескольку команд, я имею в виду разные возрастные категории? Да, конечно. Александр, расскажите о ваших командах из Молокова. Мы участвовали во всех четырех возрастных категориях, по одной команде принимали участие. И тремя командами боролись за медали до конца, до последних туров. Одним возрастом выиграли, стали чемпионами. Ну, малыши немножко просели, но они маленькие пока, еще не готовы. А где проходили игры? На каких стадионах? Игры проходили в формате Дом-гости. Мы принимали свои игры в острове, в село Остров. В гости приезжали к командам, в зависимости от соперника. Играли в третьей школы, в десятой школы, в совхозе, на Владарке. Ездили по всему району. Павел, если подводить итоги турнира, кто победил, кто занял призовые места? Итак, у нас четыре возрастные категории. Самые младшие – это 2012-2013 год. Победителем стала видновская команда «Квазар». Это частная школа победителем. Среди 10-х и 11-х годов у нас стали «Корсары». Это «Молокова». Среди 8-х и 9-х годов победила спортивная школа «Олимп». Это видное. И победу среди 6-го и 7-го года «Пираньи» – это совхоз имени Ленина. Церемония награждения уже прошла? Да, церемония награждения прошла. Она, конечно, оказалась урезанная. Потому что нельзя сейчас по понятным причинам собирать всех детей. Поэтому на этой церемонии присутствовали только представители администрации, тренера, спонсоры наших соревнований, без которых, естественно, они не могли бы состояться. И, наверное, заключительный вопрос к вам обоим. Какие-то уже есть планы на следующий год? Как проводить турнир? Есть какие-то, может быть, уже задумки? Конечно, задумки есть. Третье первенство обязательно состоится. Если надеемся, что все-таки с коронавирусом страна справится. И тогда этот турнир пройдет, начиная с апреля месяца до ноября. То есть он уже будет полноценное первенство. Ну, скажем так, весна-осень. Не в сжатые сроки. Да, уже мы не будем торопиться с этим. Ну, а зимой мы тоже будем играть. Александр, а вы что-нибудь добавите? Ну, Павел сказал как организатор, а я скажу как тренер. Мои планы по-прежнему участвовать так же всеми возрастами в этом турнире. Ну и, соответственно, может быть, чуть-чуть места повыше занять в следующем сезоне. Спасибо большое за беседу. Желаем вам спортивных успехов. Напомню, что у нас в гостях были футбольный тренер спортивной школы Олимпийского резерва «Олимп» Павел Кулачков и тренер команды «Корсары» из Молокова Александр Бизин. Российский Красный Крест – организация, для которой доброта и щедрость не неделя, а целая жизнь. Члены местного отделения посетили реабилитационный центр Тихвинской иконы Божьей Матери с подарками для его подопечных. На месте событий побывала наша съемочная группа. Реабилитационный центр Тихвинской иконы Божьей Матери при Троицком храме существует уже пять лет. Никем не финансируемый он живет при помощи небольшого прихода церкви и пожертвований благотворительных организаций. Не раз к ним приезжали и члены местного отделения Российского Красного Креста. Во время очередной встречи директор центра подписала с организацией соглашение о взаимопомощи. Мы вас включаем в свой план и всю гуманитацию, которая к нам приходит, будете делиться. Спасибо огромное, мы вам очень благодарны. На сегодняшний день в реабилитационном центре находятся шесть семей. Члены Российского Красного Креста поздравили их с прошедшим днем матери и ребенка. Подарили новые шерстяные пальто и шарфы, детские водолазки и футболки. У нас еще планируется посещение центра в декабре к Новому году. Гель, шампунь, шапки, еще шарфы детские. Пока вот это. Может еще что-то придет. Неделя доброты и щедрости, ставшая в муниципалитете традиционный, настоящий праздник для социального центра и его подопечных. Если бы вы знали, сколько мне людей звонят и говорят, а что вам надо, а что вам привезти. То есть вот этот позыв, вот этот вот призыв, он активизировал людей, и они готовы заниматься благотворительностью. И лучшей наградой за это становятся улыбки людей. Александра Столярова, Александр Логинов, Елена Кошелева. Видное ТВ. 5 декабря в России отметят День воинской славы. Накануне этого события состоялось торжественное возложение цветов к Вечному огню на Аллее Славы в городе Видное. Именно 5 декабря, 79 лет назад, наметился перелом в ходе Великой Отечественной войны. Началось контрнаступление советских войск против немецко-фашистских захватчиков. В результате начатого наступления группировки врага разбиты и поспешно отходят, бросая технику, вооружение и неся огромные потери, сообщало в декабре 41-го Советское информбюро. Это было страшное время, если вы помните, это страшнейшие морозы, это враг буквально в нескольких километрах от столицы. И тогда решалось, собственно, в какую сторону пойдет развитие той страшной войны. То, что отстояли, то, что отбросили немцев, и то, что память живет, память не забывает, это самое главное, то, что мы можем сейчас сделать для тех людей. Глава муниципалитета, представители администрации и ветеранского сообщества возложили цветы к вечному огню на Аллее Славы и почтили минуты молчания павших воинов, которые сумели отстоять столицу и приблизить победу в той страшной войне. На этом все. Желаю вам хорошо провести выходные дни. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин